Помнится, было-то совсем недавно. Дивная дорога была одна и соединяла на Башкирию Челябинской области. Был-то там асфальт. Вот такая дорога была на протяжении последних 30 лет. А до этого были вот такие, нехорошие дороги. Но та была дорога магистральная. А в других местах была вот такая трасса. И все бы это было бы нормально, если бы это не был Магнитогорск. В Магнитогорске было все как-то проще. Любимый автобан закатывал дороги махом. А что сейчас? Так и уж губернатора из магнитки выдвинули. Ну это-то что, а? Правильная и нормальная дорога и в никаком состоянии. Так вот, слово дураки и дороги. И все было бы это ничего, если бы это было не так рядышком с городом Магнитогорска. Мы находимся на замечательном, с ног сшибательном асфальте. Это старая дорога на Банны. Что же касается дураков? Так вот это все. Обратите внимание. То есть вот так вот у нас граница между Челябинской областью и Республикой Башкортостан. Помните в свое время, Виктор Филипп Ошарашников, когда начинал кататься на лыжиках, объяснял, что необходима дорожка. Так вот, новую дорожку вот в таком состоянии. Осталось бы только узнать, когда здесь будет новый асфальт. К 14 сентября? Дни выборов, так что ли? Помнится, как-то я вам показывал состояние дороги на Владивосток. И уж поверьте, радости нет ни на колени, ни на прочей машине. 500 километров это, конечно, не 1700, но и там придется добираться ползком. А у нас, по сути, не столько, но стойкий стоит вопрос. Когда на участке длиной в 400 метров появится асфальт? Дело-то в чем? До выборов 14 сентября осталось меньше месяца. А дорога, как была в Вауте, так там и осталось. Нехорошо это. Час расплаты или час разлуки? Ну, расплата была в прошлом году, когда все это затопило. А разлука началась в этом году, когда все это смыло. Но разлука продолжается до сих пор. И мы не первый месяц ездим по вот этой сногсшибательной непонятности. Я понимаю, конечно, что так и должно было быть. Что промежуток между Челябинской областью и Башкортостаном должен быть в таких вот непонятных вещах. То же самое, что Сарактаж. Помните, если вы ездили в Оренбург, то там понятно, да? То есть Башкирия живет отдельной страной. И вот здесь хороший, в принципе, асфальт. Вот такой практически. А это вот там, где мы ездим. Так вот, казалось бы, когда мы будем ездить по нормальной дороге? Похоже, что и никогда. Потому что раньше Виктор Филиппович Рашников сказал и сделал нам было быстро. Южный Уралавтобан, вот этот маленький кусочек, да ему тут работы на один, ровно. А что сейчас? А сейчас абсолютно все непонятно.